всех приветствуем это портал питер татар и у нас сегодня в студии очень интересный гость мы на нашем канале youtube где вы можете также другие видео посмотреть с нашим гостем я хочу его представить это константин скобельцин директор ооо научная студия эксперт в области высоконагруженных информационных систем ну и я как обычно здесь с вами через зумы сегодня записываемся и будем дальше с вами катифан акифовна гайни дзинова журналист блогер портала питер татар сегодня мы решили сделать достаточно такой вот я считаю что это будет экстремальный такой у нас эфир потому что тема это блокчейн и все что связано с криптовалютой вот константин улыбается потому что перед тем как его сегодня залететь сюда в зум я много перелопатил информации я честно об этом говорю и у меня все равно вот вот такая вот каша в голове потому что когда я разговариваю со взрослыми нашими представителями такими карафеями групп ну что вы думаете по поводу криптовалюты что это такое нет электричества и ваша криптовалюта и лучей сами понимаете где вот а вы константин что для вас вообще вся эта история вся этот феномен не феномен новая какая-то экономика в нашем до 21 веке скажите вот ваше личное отношение и ваше погружение в эту огромную вселенную под названием криптовалюта и блокчейн всем привет да замечательная на самом деле тема вообще криптовалюта и криптотехнологии блокчейн технологии прежде всего это про взаимодействие людей то есть про то как передается информация от одного человека к другому про то как все развивается как мы можем делиться своими товарами услугами и делать это максимально справедливо существует действительно сейчас система которая очень сильно заместит электричество но я кстати захотел бы заметить что почти все электронные без бумаги денежные обороты которые сейчас происходят и не тоже практически все в облаке если не будет электричество не будет не только криптовалюты будет намного больше проблем потому что простые деньги тоже исчезнут скорее всего те кто не успел снять наличные тем конечно будет немножко грустно в целом с криптовалюты на сумка дать все только только начиналось было очень интересно потому что мы читали про какую-то систему которую можно было майнить тогда причем для этого нужны были даже не видеокарты ничего там нужно достаточно было процессора для того чтобы это все делать биткойн еще можно было майнить на простом компьютере это было просто в форме просто какой-то забавного эксперимента то есть вы можете какой-то ресурс себя прогонять на системе добавлять какую-то распределенную базу данных и таким образом вроде как передавались денежки в общем то так мы его немножко побаловались помайнили тогда про можно было скачать эту программу запустить и все но что интересно вот в четырнадцатом году мы к этому вернулись когда это уже начало какой-то более интересный представлять себя экономический эффект то есть представьте себе что у меня был в распоряжении компьютер для вычисления научных расчетов то есть мы моделировали различные процессы распространение радиоволн и другие вещи я писал как раз тогда свою кандидатскую дитертацию и вышло так что компьютер больше был не нужен и надо было с ним что-то делать и друг мне рассказал что сейчас какой-то дикий хайп там начался что там люди скупали видеокарты что-то делали а у меня дома стоял компьютер с тремя видеокартами но они были чисто для гражданского применения для того чтобы считать как правильно будет расти кристалл и как будет правильно распространяться радиоволна я ради интереса запустил майнинг вот этой вот системы и каково было мое удивление когда мне за день прилетело 12 баксов это было довольно странно ну как бы это было разумеется формате криптовалюты но все же интересно было тогда я начал интересоваться собственно что делает мой компьютер вообще чем он занимается почему это происходит и вот как раз я там начал читать про то как работает система распределенного реестра блокчейн то есть это система когда никто не никому не доверяет но тем не менее все должны хранить данные и они должны быть в правильном консенсусе друг с другом то есть что вот грубо говоря копия базы данных у абонента а и копия базы данных у абонента b c d и там их миллионы может тем что было все соединено но при этом полностью децентрализованно то есть грубо говоря все со всеми договорились но при этом центральной точки нет но это конечно звучит фантастично до сих пор на самом деле я вот каждый раз когда смотрю визуализации всех этих систем это просто какое-то чудо вот начал разбираться было интересно и тем временем должен заметить кстати майнинг я не останавливал и при этом на кого от компьютера примерно на наверное метр два отстреливала тепло тепло был дикий вой дикий как будто падающий истребитель было довольно забавно но мне повезло потом почему потому что я в общем-то в это поиграл посмотрел начали перегреваться видеокарты и разбираться честно говоря было неохота и когда там буквально там прилетела я накопил намайнил наверное но тысячи две долларов это представляете просто вот у вас компьютер дома работает и у вас 2000 долларов а я как раз я по образованию меня юрист и я сразу начинаю думать какое налогообложение то есть грубо говоря пришли типа деньги пришли средства как их законно за правильно задекларировать то есть ты же не придешь там не скажем декларации типа нашел на улице там или еще как-то и до сих пор не понимаю сейчас вроде уже нормально зарегулировали а вот представьте в четырнадцатом году да у тебя две с половиной тысячи долларов нерегулированных денег вот откуда взятых вообще абсолютно и выводились они тогда насколько я помню какой-то из банков в киви по-моему да в киви по-моему выходили деньги и вот вопрос сразу же первый вопрос такой легитимный статус у нашей системы криптовалюты то есть вот вы наманили это что такое то доход или это просто нашли или как то есть вы когда вы носите деньги к себе на счет тоже что это происходит то есть а какие виды транзакции прошли через вашу вот вашу фирму и так далее и так далее и тогда я принял решение как раз прекратить этим заниматься потому что ну во первых я тогда работал преподавателем и вообще думал что я публичной личности если вдруг что лучше не стоит поэтому я подумал что лучше я пойду работать дальше как я работал развивать компанию двигаться дальше а майнинг пусть как-то без меня и двигается дальше и что интересно вот я вот только все вот это вот дело значит выявил я задекларировал просто доход я не стал заморачиваться вроде все хорошо до сих пор я с вами вроде бы все хорошо все замечательно но фишка в том что я задекларировал вытащил и просто на следующий день на биткоин на нуле ну не на нуле там на 100 долларов то есть он стоил по-моему 2900 3000 с чем-то долларов за тогда и он стал стоить 100 долларов и даже меньше и просто огромное количество людей оказались без денег которые вложили огромные суммы там как сейчас помню там на вид на следующий день там еще через день огромное количество видеокарт можно было купить настолько дешево настолько безумно что просто мы тогда обновили весь парк своих компьютеров для как раз научных вычислений примерно в три раза дешевле чем это можно было бы делать допустим там до того как все обвалилось подождите подождите да да константин вот теперь для таких вот талантливых как вот и я и дружище вот если у меня есть видеокарта как я понимаю вот у меня есть компьютер да у меня видеокарта хорошая и я вот вы говорите слово майнить вот что это вот физически то что вот как как это просто вы говорите я добыл ну как бы одно дело ты пошел в лес и добыл там грибы ягоды собрал рыба рыбалка да ну как бы что это вот как это понять на майнил вот поподробнее простым языком давайте давайте на самом деле на майнил вот честно говоря вот на мой взгляд вот текущая парадигма майнинг а вот до этого она конечно немножко звучит расточительно так позвольте я поделюсь экраном так видно же да да а так что то там прям вот смотрите да 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 значит первый подход на самом деле есть несколько видов майнингов то есть грубо говоря что такое майнинг вот у вас есть так называемый блокчейн значит что такое блокчейн разумеется эта вещь которая состоит из блоков это следует из названия значит что же такое майнинг очень важно понимать вот смотрите значит вот у нас допустим есть вот блок значит это в блоке просто и содержится список транзакций которые у нас происходят то есть грубо говоря у нас есть человек по имени а так человек по имени б я сейчас очень упрощенно объясню но просто было понятно значит чек по имени а и человек по имени б допустим а хочет передать б ну пусть будет там богатый человек один биткоин например так 1б вот хотят передать значит что для этого нужно разумеется каждый из них устанавливает себе так называемые каши электронные кошельки то есть это специальная программа для того чтобы записывать данные в блокчейн но фишка в том что вот вот эта вот транзакция она пишется формате какого-то текста то есть грубо говоря там на а значит управляет б значит там один биткоин допустим ну или какой-то любой другой коин любая другая вещь вот таких транзакций их на самом деле будет очень большое множество то есть она не одна она их не две там и допустим пусть будет там у нас данном случае четыре вот вот мы формируем блок мы говорим мы создаем новый блок значит который состоит вот из этих вот вещей так сейчас я только цвет сделала красота вот вот по формируем этот блок значит чтобы система приняла вот этот блок мы должны сделать на него электронную подпись то есть чтобы она хоть как-то выглядело вот как делается эта электронная подпись значит а мы говорим что у нас есть значит эти вот данные на самом деле вот эти данные разумеется это просто 0 единички это очевидно я просто сейчас на шар накидаем 0 единички значит 0 единички вот их так вот много но фишка в том что вот эти 0 единички сами по себе это просто шум они ничем не подтверждены то есть если мы кому-то скажем что у нас допустим есть куча таких вот переходов то люди скажут ну и что а я вот могу там у себя в excel еще что-нибудь написать или еще что-нибудь поэтому когда мы отправляем вот этот блок в сеть мы берем значит ну значит содержимое предыдущего блока то есть какие-то другие параметры давайте я покрашу в красный цвет чтобы понятно вот мы берем вот это содержимое блока добавляем вот сюда значит мы взяли данные предыдущего блока взяли данные текущего блока а потом нам надо как-то доказать что вот эта вот система что она рабочая что вот эта вот система она прям работает хорошо и что она самое главное имеет уникальность что она имеет право на существование поэтому нам надо добавить сюда какую-то подпись то есть какое-то слово какое-то число вот теперь к сожалению простите пожалуйста мне дорогие зрители но надо объяснить что же такое хэш есть такая штука как md5 хэш значит это у нас с вами система который принимает на вход неограниченную строку посмотрите вот грубо говоря я пишу слово там привет привет как дела генерируем хэш и вот появляется вот такой вот такая строчка то есть она допустим вот так выглядит теперь я могу написать например я могу поставлю пускайсельный знак генерируем хэш немножечко поменялся ну или как немножечко он прям полностью поменялся возьму и букву п поменяю нам допустим английскую букву п отправляю хэш снова поменялся и суть в том что алл этот алгоритм работает по такому алгоритму что какой бы длины я сюда не отправил бы сообщение он всегда будет создавать какой-то вот значит всегда будет создавать хэш а для одинаковой длины если вы сюда загрузите допустим сообщение длиной в миллиард слов у вас все равно хэш будет вот такой длины небольшой и фишка в том что они все уникальные то есть вероятность того что хэш и пересекутся просто ничтожно мало и что мы делаем мы берем значит вот это сообщение добавляем вот сюда потом мы берем вот это сообщение дописываем вот сюда и берем допустим вот наш вот это вот так как раз proof of work proof of work на самом деле вот это вот величина которая здесь вот она есть proof of work то есть мы добавляем сюда и говорим типа генерируй происходит генерация вот смотрите вот у нас появилось такое значение да вот суть биткоина суть биткоина как раз суть продуктовой концепции proof of work на самом деле это просто определить что вот например требование к proof of work то есть требование к этому числу такое что хэш в итоге будет например иметь вот здесь допустим три нолика то есть вы должны быть не 4 2b а 3 0 и на самом деле чтобы вот это сделать вот как раз вот этот майнинг посмотреть видите меня примерно 10 получился повезло а если например три нуля то мне надо здесь допустим перебрать не два варианта не три варианта даже а несколько сот тысяч вариантов и вот суть майнинга как раз подборе вот этого proof of work а так чтобы вот этот хэшик вот этот хэшик вот этого блока вот этого блок который мы создаем вот он должен быть допустим там три нуля там и дальше какие-то интересные слова интересные буквы вот три нуля есть все значит этот блок мы читаем что мы его на майнинг и мы его отправляем в блокчейн с фразой мы вот этот блок на майнинг и пожалуйста вот его примите другие люди берут вот это вот сообщение которое здесь то есть они берут предыдущий блок берут сообщение нашего блока значит берут от него такой же хэш убеждаются что оно равняется и что его содержит три нуля в начале и дружно все друг у друга эту базу данных обновляют и записывают этот блок и этот блок считается на майнинг и считается добавленным как раз вот общий вот этот блокчейн и теперь когда мы добавили этот вот наш блок он является тоже составляющей частью и с ним тоже вот он уже находится вот здесь у него например его значение будет вот такое это допустим блока потом начинается следующий блок какой-то еще особенный и еще раз добавляется proof of work и суть в том что благодаря тому что вот эта сложность она высокая на один блок уходит примерно 10 минут системе пусть будет там даже если несколько десятков тысяч блоков чтобы вот эту систему пошатнуть нам придется затратить время равное 1 миллиону часов ну чтобы взломать блокчейн вот не знаю сколько смог подробно объяснить но в общем так работает механизм proof of work то есть грубо говоря просто компьютеры подбирают вот это вот секретное число вот здесь до тех пор пока у хэшиков вот здесь не будет определенное какое-то требование определенный какой-то принцип которому он будет удовлетворять вообще вот к сожалению вот максимально подвод просто это вот так так константин а вот кто это там где это так решил что это должно иметь вот такой стандарт и что нужно приводить вот именно вот к таким вот знаменателям то есть огромное количество комбинаций и кто-то где-то когда-то придумал что будет вот такой алгоритм вот откуда это все то есть да вся вот эта тема процесса она увлекательна сидеть там подбирать самостоятельно там либо через тот же искусственный интеллект либо не знаю там если он это не делает там сам человек ручками но кто изначально придумал да вот этот вот стандарт которому все там стремятся да что три нуля не три нуля или или вообще нет стандарта вот как здесь здесь скорее даже знаете не стандарта здесь просто мнение и вот группа авторов или один автор неизвестно под псевдонимом сатоши накамото вот как раз они вот выпустили вот этот первый вот документ про bitcoin потому что вот это вот так вот будет работать и и после этого вот как раз они начали это внедрять то есть нашлись первые последователи которые просказали что будет вот так и сейчас как раз на самом деле что интересно вот эти вот блокчейн и вот сейчас это как объяснил этот алгоритм это максимально упрощенный алгоритм сейчас он намного сильнее и сложнее работает. Просто это уйдет у нас целый день, чтобы его обсудить. Но суть остается прежней, что есть блок, который берет данные от предыдущего блока, добавляет свой контент, добавляет секретное значение. И после этого секретного значения получается хэшек, который удовлетворяет определенным требованиям. Чтобы этот хэшек поймать, просто чтобы вы понимали, сейчас, насколько я помню, сложность дикая стала. Там количество нулей, которые должны быть уже просто огромное. И никто в одиночку, ни один компьютер в одиночку, ни одно супер устройство в одиночку отработать это дело не сможет. То есть сейчас люди именно вместе это делают. Но на самом деле это, конечно, очень огромное количество энергии. То есть машины перебираются скоростью там уже миллиарды подборов секунды, миллиарды, представляете? А если вот общие, сжигается просто гигантское количество электричества, но на самом деле, вот чем как раз плох Proof of Work, что сжигается гигантское количество электричества, сжигается огромное количество устройств. То есть, грубо говоря, там многие компании просто работают на то, чтобы вот такой тупенький, простенький алгоритм, в общем-то, позволил просто накидать несколько ноликов и кинуть это в общую базу. Вот. Поэтому сейчас стараются уже некоторые сетки от этого дела отказываться. Вот как раз. То есть, например, еще у нас, например, такой же подход, как не Proof of Work, то есть доказательство работы. То есть, ну, тут попробуй не докажи работу. Ну, подобрать несколько сотен триллионов комбинаций. Есть еще Proof of Stake. То есть, что такое Proof of Stake? это то же самое примерно, но существенно ниже сложности расчетов. То есть, там, например, допустим, требование, чтобы было там два три нолика. Ну, то, что, грубо говоря, можно сделать в рамках одной машины вычисляющей. Это даже телефон с этим справится, с этой задачей. Но смотрите, что получилось. В общем-то, у вас есть блокчейн, у вас есть монеты, которые разделены в каком-то проценте. То есть, у вас есть, грубо говоря, человек по имени А, например, у него пусть будет там, ну, сколько там, пусть будет 15 процентов. То есть, у товарища А 15 процентов, у товарища Б у него пусть будет там 25 процентов. Ну, давайте еще пусть будет какой-нибудь супер богач С, у которого 75 процентов, простите, не 75, 65 процентов получается, да? Ну, нет. Лучше давайте 45 процентов делаем. Потому что если 65 процентов, то, скорее всего, товарищ С уже владелец этой сети, из нее все ушли, а он остался ни с чем. Так, 15 плюс 25, это насколько? 40, 45, значит, у Д остается тоже 15 процентов. Вот смотрите, значит, вот то же самое, значит, та же самая ситуация. Значит, мы накидали кучу транзакций, надо их все дружненько нам как-то добавить в блок. То же самое, значит, у нас есть контент. Значит, от нашего, нашей транзакции мы берем контент от предыдущей транзакции. Вот. То же самое, добавляется даже вот это вот число волшебное. Значит, все вроде бы, вроде бы похоже. Но фишка в том, что если вот здесь, вот здесь, вот кто первый намайнил, тому все и почести и блага. То есть, грубо говоря, все те деньги, которые заложили люди в пересылку, чтобы, ну, там, переслать. И вот это вот биткоины, допустим, или там какие-то сгенерированные денежки падают на счет именно тому, кто поймал блок. Здесь же все немножко проще. Значит, кому, значит, выдается блок? Ну, для того, чтобы он его заманил. А выдается он следующим очень простым образом, на самом деле. Так, сейчас, секунду. Сейчас будем рисовать. Значит, здесь у нас зона А, так, 15%. Здесь у нас зона Б, допустим, 25%. Здесь зона С, значит, и здесь зона Д. Выбрасывается число на удачу, наугад. И вот, например, число берется, допустим, грубо говоря, вот здесь вот у нас с вами 0%, здесь у нас с вами 100%. Вот, выбрасывается число от 0 до 100. И если, например, допустим, число падает вот сюда, тогда этот блок манит Б, и все почести ему. Если точка падает сюда, то тогда все блоки забирают С, и все почести ему. Ну, разумеется, поскольку С у нас инвестировал больше, то он больше, естественно, блоков наманивает, естественно, ему больше достается. Казалось бы, где справедливость? Почему так? Ну, то есть, грубо говоря, те, у кого меньше всего, будут манить меньше блоков, соответственно, те, у кого больше, будут манить больше блоков, соответственно, будут получать больше денег. На самом деле, это было придумано не для того, чтобы раскидать справедливость, это было придумано ради того, чтобы просто прекратить вот эту безумную гонку за машинами, вот эти вот видеокарты сожженные, там специальные устройства сожженные. То есть вот здесь, вот в этом этапе, все равно тот, у кого больше ресурсов, купит больше устройств, и у него будет, естественно, все равно больше майняться. То есть, по большому счету, примерно то же самое, что и здесь. Просто если здесь, например, сжигается огромное количество данных, и у вас, например, вот сама вот сеть, допустим, тоже самое биткоин, и даже просто гигантское количество вот этих вот суперсистем. Тут даже была история, недавно у нас, буквально в Казани, у человека зажглась квартира из-за того, что у него там майнерская ферма стояла. Так что это вообще не шутки на самом деле. Вот когда в те старые времена я слышал историю, как там товарищ поставил себе домой 30 компьютеров каких-то супермощных и сжег проводку в доме вообще. То есть, ну это тоже, ну это бред. Это откровенно прям бред. Так быть не должно. И вот поэтому как раз начинает переходить постепенно вот к этому решению, который типа более экономичный. Но, дорогие коллеги, вот мое личное мнение, да, что вот этот подход, он конечно понятный, он правильный, то есть, ну опять же все равно он не несет никакой пользы. Он вообще не бесполезен с точки зрения вот вычислений. Просто компьютер стоит и гоняет циферки туда-сюда. Ну такой на самом деле. Поэтому, коллеги, если вы позволите, буквально хотел бы маленькое свое мнение сюда внести, если не против. Конечно, вы к какому-то такому, ну, мы заключению, а потом мы еще там, да, да, вопросы. Есть такое вычисление, вот как раз поскольку у меня все-таки физическое образование, одно из самых основных, то, разумеется, существует огромное количество задач по расчету, именно математическому моделированию настоящих, реальных, жизненно важных процессов. Это расшифровка генома старения, это, допустим, расшифровка различных каких-то вот ограничений, это оптимизация процессов, это моделирование каких-то интересных вещей. То есть, ну, какие-то полезные данные, социально значимые, которые можно было бы на самом деле вот этим безумным количеством расчетов уже давно было бы, скорее всего, можно решить. Возможно, даже можно было бы уже обучать нейросетки. И вот, что предлагается. Значит, есть proof of research, такая концепция, она уже тоже существует, она уже тоже описана. И суть proof of research заключается в том, что у вас, когда есть какой-то блочек, блочек, то к этому блочеку, значит, добавляется именно математическая задача, то есть, допустим, решение какого-то суперсложного уравнения. Ну, чтобы вы просто понимали, некоторые уравнения решаются исключительно численно. Но я пока, например, напишу там, давайте очень упрощенно, чтобы было понятно. 2x плюс 3y плюс там 10z, 10z равняется нулю. О, у меня даже есть вариант поинтереснее. Давайте вот так вот, вот эта суперзадача, я ее обожаю. А в кубе плюс b в кубе, значит, плюс c в кубе равняется 33. Так, что такое куб? Давайте напомню. А умножить на а, она умножить на а, плюс b умножить на b умножить на b, значит, b умножить на b умножить на b, плюс c умножить на c умножить на c три раза. Равняется 33. Вот подобрать целые А, Б и С. Вот, казалось бы, задача-то вообще простая, да? Прям элементарная задачка. Вообще, вроде как у нас же, ведь наука же вперед ушла, и все вопросы решены, и все такое. Ну, давайте попробуем вместе, коллеги, просто чтобы это было не скучно вам. Вот А, Б, С, допустим, если равняется нулю, какие целые числа А, Б и С у нас подойдут? Как думаете? Ну, три нуля. Да-да-да, 0, 0, 0. То есть, грубо говоря, 0 умножить на 0 умножить на 0, плюс 0 умножить на 0 умножить на 0, получается равняется 0. Да, 1. А плюс 1 плюс 0. То есть, А 0, 1, да? 2. Там А единичка, Б единичка, С 0. 3. А единичка, Б единичка, С единичка. Ну, очевидно, да? То есть, решение легко проверяется. То есть, оно по большому счету примерно, вот как вот здесь вот как раз Proof of Work. Просто здесь вместо Proof of Work должно было быть ответы, например, там 0, там 0, 0, 1. Или там 0, 1, 0. И так далее, и так далее. Вот. Но несмотря на всю кажущуюся простоту этой задачи, когда здесь равняется 33, человечество решило эту задачу, вот целое число А, Б, С, только в позапрошлом году. До этого 400 лет решения не было. Вы можете себе это представить? Вот. И на самом деле есть куча решений, куча задач, которые требуют такого же решения. То есть, есть прям супер важные исследования. Это причем математические проблемы в открытом доступе. Там, грубо говоря, за решение этой задачи там была награда 15 тысяч долларов. Понимаете? То есть, и вот майнеры могли бы вместо того, чтобы вот заниматься вот этими вот просто подборами хэшов, да, тоже, конечно, безусловно, классная история, классная идея, но они могли бы нести хоть какую-то прям полезную, ощутимо полезную пользу. И вот этого вот пока, к сожалению, нету. Я лично очень бы хотел, конечно, вот, чтобы это было вот так. Вот. Это вот мое личное мнение. Так, теперь мы пришли к ситуации, что существует вот эта сфера деятельности майнить, и что те люди, у которых дома типа фермы, они могут на лопатки положить чуть ли не как бы электроэнергию всего дома, да, и вплоть до какой-то драматический там пожар. А вы также сказали, что те, у кого есть эти ресурсы, да, большие такие промышленные фермы, и они могут все это дело в промышленном масштабе генерировать, да, вот всю эту инфраструктуру поддерживать, то в чем здесь тогда ситуация, когда мы говорили про децентрализацию и про то, что это, ну, как бы такая, можно сказать, демократичная, да, система взаимодействия, взаимодействия, когда туда можно и деньги, да, обычные переводить вот в крипту, вот кто вообще в целом вот решает, вот написал ту дорожную карту, что вот один рубль будет стоить там, или один доллар будет стоить столько-то, вот всю эту вот карту, да, составил, и вот эти люди, да, вот вместо России, вот в этой во всей, ну, будем так говорить, индустрии, вот можно поподробнее вот чуть-чуть подсветить эту тему? Да, на самом деле, централизации, к счастью, как таковой пока еще не происходит, то есть это не сидит человек, который там один, два, три человека, которые все раздают, то есть как раз вот такие подходы, вот эти вот подходы могут быть только тогда, когда у вас уже большое количество ресурсов, они уже более-менее распределены, вот тогда этим всем можно пользоваться, потому что вот здесь, например, вот если Proof of Work, это, грубо говоря, это биткоин, Proof of Stake, это теперь эфир, эфириум, вы, может, слышали про такую систему, вот Proof of Recharge пока, к сожалению, не существует, поэтому мы ее пока делаем прозрачной. А сколько вообще вот этих всех, будем говорить, вот подошел к тебе там на улице какой-то человек и говорит, купи у меня токен, и ты такой, а сколько стоит вообще? Возможно ли это ситуация? И вот по-хорошему какие-то есть токены, биткоины, вот можете чуть-чуть вот в этом плане какой-то такой тоже раскидать там структуру? Ну вот токены как раз, это вот, грубо говоря, адрес вот в сети, к которому у вас есть доступ, то есть от имени которого вы можете подписывать транзакции. То есть, ну вот по сути, вот вы становитесь вот этим вот как раз, вот А и Б, вот эти вот товарищи, да, вот А, чтобы отправить денежку, как раз пользуются токеном. То есть вот ее адрес, это, вот ее адрес в сети, это просто какой-то набор, значит, закрытого и открытого ключей. И вот когда вам говорят купить токен, вам как раз предлагают вот эту вот сущность приобрести. Но честно говоря, честно говоря, вот дикие суммы за эти токены, вот это то, что сейчас происходит как раз, вот эта вот система NFT, вот это вот вещи, вот эти вот типа купи-купи-купи, вот создатель сети Эфириум как раз даже по этому поводу сказал, что это просто какое-то баловство, это вот просто, как это сейчас мод говорит, флексинг, то есть что ты можешь купить какую-то вещь за дорого, с одной стороны, ну а с другой стороны вроде как можешь продать за дорого. Но опять же, мне кажется, если ты хочешь реально доказать, что ты владеешь какой-то крутой вещью, просто купи крутую вещь, зачем покупать какой-то вот этот вот токен. То есть вот эта вот как раз сущность, от которой у тебя получается, ну вот как раз ключ закрытый, которым ты можешь потом воспользоваться. То есть ты можешь прямо от ее имени какие-нибудь там сообщения подписывать, отправлять, чтобы все знали, что это именно твое. Но такой нам на самом деле сомнительный вопрос. Вот токены для аутентификации, например, ну смотрите, вот когда вот вы заходите на сайт, да, вот на любой сайт, вы как раз получаете так называемый токен. То есть они как правило называются JWT-токены. То есть это тоже вот такой, ну, набор из символов, который однозначно говорит вам, то есть если вы к серверу обратитесь с этим токеном, он вам скажет, что вы там Петя Васечкин, что у вас, допустим, там 100 рублей на счету, и что вот вы можете, допустим, сделать что-то. И вот вы когда отправляете сообщение, даже вот при таких элементарных вещах, да, как, например, вот в онлайн-банкинге, вы отправляете свой токен, и потом еще к вам на смс приходит какое-то сообщение, что типа надо подтвердить. Вот по сути смс, который вам приходит, это тоже своего рода токен. То есть просто какая-то вот структурка, какая-то вот строчка, которая позволяет вам контролировать систему в каком-то ее маленьком ограниченном масштабе. И вот когда вам говорят, типа, купи токен, надо спрашивать, зачем он нужен. То есть если это токен для управления, я не знаю, какими-то суперсистемами, это да, это стоит того. А если это просто какой-то там NFT, то есть, грубо говоря, какая-то картинка просто, которая подписана каким-то частым ключом, который вам пытаются впарить или продать, ну, это уже другой разговор. Но вообще в целом токены это то, что мы считаем, что они из себя представляют. То есть это нам решать, что есть токен. Вот самый крутой, ну, такой пример токена, это вот интеллектуальные права, например. Вот вы когда подаете патент или еще что-нибудь, вот вы получаете номерок и под ним ваша фамилия. По сути это тоже самое токен. То есть это токен. И вы этот токен можете передать. То есть вы просто, если хотите передать права на патент, вы берете человека, вписываете его паспортные данные, его данные, оформляете отчуждение интеллектуального имущества и передаете человеку. Вот как раз криптосистемы, они пытаются воспроизвести нечто подобное. То есть что токен как раз, это вот такая же вещь. Я пока остановлю совместное использование. Вот, это как раз токен. То есть в принципе, по сути, токен – это такой универсальный термин, которым можно обозначать, как вы сейчас сказали, вплоть даже до наших стандартных каких-то действий, получение подтверждения через СМС, получение патента, и у него есть номер. Вот это тоже в какой-то степени токен, то есть аллегория, если вы строите. Я правильно поняла? Да. Право владения и распоряжения, грубо говоря. Хорошо. Вот теперь вот такой момент. Что должно произойти? Как вообще, в принципе, у человека, у которого есть стандартная какая-то финансовая сумма, и вот он решил куда-то ее закинуть, как это происходит? То есть он должен какое-то скачать приложение, что это, как-то это выбрать. Как, если мы привыкли, мы идем там в обменник, идем в банк и понимаем, что вот здесь вот эта вот структура, она будет мне в этом содействовать. Как я могу разобраться, кто мне поможет в онлайн? То есть вот, да, захожу в интернет, что мне нужно? Вот есть у меня какая-то сумма, да? Или я наоборот хочу... То есть мы сейчас разобрались, если я хочу добыть токен, правильно? То есть это называется майнинг. А есть по ту сторону люди, которые хотят купить токен. Вот зачем ему покупать токен? Как он потом будет... Вот обычные деньги, да, вот как он переведет в эти токены и как он потом... Что с ними будет делать? Вот он на компьютере их будет держать. Вот можно бы подробнее вот эту историю нам тоже как-то так вот подсветить? Да, это очень интересная история, на самом деле, потому как криптовалюты и другие вот эти вещи, они, в общем-то, конвертируются в стандартные фиатные деньги и обратно. Существует, на самом деле, куча вариантов, как это можно произвести. Желательно это делать все-таки легальным способом. Но если вдруг вы почитаете книжку Кевина Митника о безопасности, вот он современный вилдом информбезопасности, там, в общем, рассказывается вплоть до того, что вот те, кто вот... Есть люди, которые майнят биткоины и майнят вот все вещи, они их просто... Создают эти вот так называемые валлеты, как раз токены, валлеты, записывают их на флешку вместе с закрытыми ключами и просто идут из-за наличной и продают. То есть реально, берут прям флешку и продают ее за большую сумму денег равную стоимости в криптовалюте. Вот это вот как раз реальная стоимость на текущее время. А кто может подтвердить, что... Так что вот, и в грозу. Ага. Что на флешке, ну, реально, ценная вот эта, да, вот комбинация этих цифр, вот этого, этих токенов, вот то, что он на майне. Вот есть какая-то вот структура, которая, можно сказать, вот это есть истина, а вот это вот подмена понятий в этом плане. Здесь вопрос, вопрос вот в чем. Мы, когда понимаем, что вот есть деньги настоящие, там есть защищенные, да, какие-то на нем водяные знаки и так далее. Вот кто здесь подтвердит, что с этим токеном все в порядке? И есть ли такая какая-то структура, которая ставит, ну, как бы, да, знак качества, вот, подтверждает? Или это вот еще пока все в таком, формируется в таком режиме? О, это на самом деле дикий запад. Это прям дикий-дикий запад. Потому что, значит, вот до этого я рассказал, что у нас были люди, которые, ну, вот, существовали люди, которые могли продавать именно флешки. Разумеется, они могли обмануть. Тут уже прямо это, может, знаешь, слышали историю про то, как монетки продавали просто в переходах, типа купи биткоин. Ну, да, ну, такой обман. А вот еще есть онлайн всевозможные биржи. То есть, грубо говоря, место, куда вы можете зайти, денежка спишется у вас прямо с карточки и зачислятся на ваш там крипто-кошелек, который привязан к вашей как раз бирже. Во-первых, вопрос, когда у вас покупалось с этого, там никакого чека не выбивали они, в общем, это уходило куда-то в непонятную сторону денежка. Мы попробовали один раз и все, и больше не хотим. Сейчас вроде как сейчас становится тоже получше, потому что существует уже устоявшаяся биржа, финансы, другие, где ты, ну, загоняешь данные своего паспорта, численный свой, ННН записываешь туда. То есть, уже все более-менее зарегулировано. Но самое интересное, что раньше, вот когда были вот эти вот биржи, было прям, чувствую, не модой эту биржу, значит, определенно капитализировать. Значит, на бирже лежат все ваши кошельки, все ваши электронные вот эти вот как раз денежки, и все эти денежки через какое-то время все крались создателями биржи, и они просто исчезали. То есть, это прям было нормально, потому что первое падение биткоина, это была одна биржа там обвалилась, второе падение биткоина, вторая биржа обвалилась, потом другие биржи тоже обваливались, потом, правда, этих людей все равно находили, ну, потому что, ну, это уже прям, ну, прям супер преступники, там, прям, потому что масштабы дикие, это раз. А во-вторых, вот чем хорош как раз биткоин, и другие вещи, с криптовалютой, многие транзакции можно отследить, и они в открытом доступе, блокчейн же в открытом доступе. То есть, вы, например, знаете, что у вас там на кошельке таком-то лежат ваши деньги. Вдруг владель, ну, как бы человек убегает с вашими данным кошелька, и вы же можете посмотреть, куда эти деньги идут дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и отследить можно, в принципе, путь ваших денежек, докуда вам нужно. То есть, это в открытом доступе. То есть, в этом как раз вот сила этой системы, ну, которую, хорошо, да, 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 вот, ну, хорошо, вот я следила, то есть, да, вот этот след остался, да, вот по поводу, вот куда, а физически-то этот человек, как его найти, то есть, он уже может положить этот вот, как бы флешку тоже, или вот, да, носитель, на котором это все, да, вот зафиксировалось, или это где-то в облаке висит. Вот я вот до сих пор никак не могу, вот материальный мир, да, с виртуальным, вот, как-то в своей голове структурировать, то есть, получается, что мы говорим про вот генерацию этих цифр, вот этого кода, токена, дальше, кто-то купил их, да, обменял на фиатные, как вы говорите, деньги, и дальше что, вот у меня какая-то флешка, на которой я вот после этого перевода что-то имею, и вот она, вот как с этим, то есть, если я деньги положила в кошелек физически, я понимаю, что я открыла, посмотрела, пересчитала, кто-то подошел, украл, да, либо это на счету, кто-то взломал там, я не знаю, там банк, да, и вынес эти физические деньги, здесь это как происходит, то есть, домен, да, регистрируется домен, существует хостинг, давайте вот, да, от элементарного, да, вот те люди, которые, да, и вот он на этом домене, на этом хостинге сделал биржу, и там происходят какие-то операции, да, вот с учетом, ну, как бы вот, вот этой механики, а в целом-то, вот он собрал деньги, и как понять, он собрал их, может быть, я сейчас как-то вот это все глупо, да, озвучила, но я не думаю, что много таких людей, которые прям четко сразу же въедут в эту тему, которые впервые о ней слышат, вот как это понять, физические деньги перешли в электронные деньги, да, ладно, они с карты как-то там списались, а дальше-то вот они где-то на хостинге, вот что вот здесь, вот объясните, пожалуйста. Конечно, конечно, они там так, мне, я думаю, понадобится демонстрация экрана для этого дела. Давайте, да, да, возвращаемся, без этого никуда. Смотрите, во-первых, значит, надо понять, что же такое ваш, значит, крипто-кошелек и вообще, что это такое и где оно все лежит. Вот смотрите, вот у нас с вами блокчейн, да, лежит где-то там далеко, вот далеко и такой прекрасный, но на самом деле блокчейн это не что иное, это как просто большое количество записей транзакций, то есть одна за другой, ну вот они как раз вот так вот выглядят, нолики-единички и просто вот так вот друг с другом соединены, просто подряд. Вот, когда вы хотите сделать транзакцию, то есть, допустим, значит, у вас, у вас зовут, значит, А, вы хотите отправить денежку Б, то важно понимать, что, нет, денежку, у нас Б, вот, значит, если вы хотите отправить денежку Б, то что вы делаете? Значит, у вас есть какой-то ваш электронный кошелек, у него есть пара, значит, открытый ключ, значит, открытый ключ и закрытый ключ, значит, и закрытый ключ, закрытый ключ, ну, еще адрес в сети, разумеется, который является, на самом деле, открытым ключом. Вот, смотрите, значит, это называется асимметричное шифрование, значит, вы берете и пишете сообщение, например, там, отправить, отправить, Б, там, 100 рублей, пусть будет даже рублей, ну, или там, биткоинов, пусть будет биткоинов, 100 биткоинов, значит, отправить, Б, 100 биткоинов, дальше, вы это сообщение подписываете за своим закрытым ключом, то есть, ключ, который есть только у вас, его больше ни у кого нет, вот только у вас, вы его подписываете и он у вас становится подписанным вот таким образом, то есть, какое-то значение имеет, вот так зашифрован, дальше, когда, значит, вот это сообщение, вот эта транзакция, вот эти вот звездочки вы вкидываете сюда вот как раз в блокчейн то есть вы через специальный адрес направляете и говорите я хочу чтобы исполнили вот эту команду дальше значит майнер значит майнер в данном случае берет вашу вот эту транзакцию значит и смотрит что вы ее отправили ну что отправил ее будет там значит человек по имени а он берет ваш открытый ключ значит применяет ваш открытый ключ значит открытый ключ и получает сообщение отправить б 100 биткоинов то есть и таким образом он знает что вот с ключа номер а значит снять надо б 100 биткоинов дальше он проверяет уже сколько у вас денег на счету вот именно на вашей записи а вот этот открытый ключ вот который у вас вот здесь вот этот открытый ключ это не что иное на самом деле как просто ваш порядковый номер в сети пользователей то есть грубо говоря смотрите пусть будет у нас значит ну любой пользователь это будет пользователь а так у него пусть будет там на счету 200 биткоинов первый но пользователь с номером там пусть будет 001 это будет б у него пусть будет 0 биткоинов вот когда вы вот эту вот функцию запускаете вот вот эту вот штуку вот это по сути блокчейн потому что вы можете в любой момент времени скачать список всех адресов и сколько у них денег на счетах вот в любой момент времени вот прям в любой в любой в любой есть только момент что он очень большой по размеру то есть вот реально вот много выглядит много записей и вот сути вашего как раз биткоина кошелька ну или вообще любого криптовалютного кошелька что вот у вас есть пара открытый ключ закрытый ключ если у вас есть закрытый ключ вы имеете право значит направляйте в сеть вот в сеть команды которые связаны с адресом который вот это является открытый ключ то есть если я например имею там приватный ключ от допустим чувака с адресом 000, я могу подписывать закрытым ключом только операции, которая связана именно вот с этой штукой. То есть, и денег у вас в кармане по факту вот в этом вот кошельке, то, что называется кошелек, в нем денег нету. Все деньги, вообще понятия денег как такового тоже нет. Это просто есть определенные вот эти вот числа, определенные числа, вот эта база данных, чисел. И все. То есть, это просто, ну, вот как Google таблицы с циферками, ну, с данными. И, по сути, мы просто все дружно меняем в нем числа, просто у каждого только одна ячейка в управлении, и она имеет определенные ограничения. Вот. И вы имеете право только с нее менять и добавлять куда-то другое место. Но вы не имеете права, к сожалению, списывать с других счетов, например, такие вот вещи. Ну, да, наверное, вот как-то вот так это, если объяснить. То есть, ну, не знаю, вам же знаком, да, как это работает Google таблица? Там можно втроем, в четвером сесть в одной таблице менять данные. Да, вот когда они меняются, здесь момент такой, что я поменяла, в это время кто-то это зафиксировал, то есть, ну, как бы, где-то это все, ну, отражается, то есть, а где? Где это отражается? Вот, смотрите, значит, у вас есть набор, вот это как раз у майнеров и отражается. То есть, суть майнеров, что у них большая такая сеть, есть так называемый, значит, memory pool. Он же mempool. Вот у вас, допустим, вот вы находите, вот вы, а, да, вот вы сделали эту команду. Значит, вот вы сделали эту команду, команда направляется, допустим, вот сюда, так? Вот, а дальше майнеры начинают друг с другом делиться этой командой. То есть, они друг с другом делятся. То есть, вот эта команда, вот эта штука, она разделяется между всеми узлами. То есть, они друг с другом делятся. Примерно за 7 минут, вот запись ваша, что вот эту команду надо выполнить, разлетится вообще по всей сети. То есть, миллионы компьютеров просто узнают, что, типа, вот есть запрос на выполнение вот такой команды. Потом они проверяют эту команду. И уже после этого эту команду добавляют уже в список вот как раз операций, вот которые добавляются вот в новый блок. Вот вы попадаете в новый блок, этот новый блок обрабатывают. И уже после этого значение блокчейна, оно меняется. То есть, создается копия текущего блокчейна. То есть, она прям копируется. Просто вот у вас, например, вот здесь вот убирается 100, а здесь добавляется 100. То есть, и вот так у вас создается новый блокчейн. Но вы всегда можете отследить его предыдущие как раз шаги. Потом, когда у вас делается вот эта вот копия, вот эта вот копия, которая согласилась, ну вот, которая новая, она тоже разносится по всем вот узлам, после того, как она исполнена. Потом еще раз, еще один блок, и еще один блок вот так вот меняется. Ну, довольно долго. Я правильно понимаю? Да. Да, и вот смотрите, то есть, получается, есть общая, ну, будем так говорить, да, примитивная таблица, в которой есть ячейки. И эта таблица, она может расшириться, добавить в ячейки? Да, то есть она, а до какого предела она может расшириться? Нет предела. То есть она расширяется до безумия. И тогда, получается, каждый человек может и байнить, и, в общем-то, является участником расширения этой, да, таблицы, да, вот своими действиями там. А вот эти, кто ставят, да, вот, ну, как бы, вот проверяют, да, вот они по цепочке передают. Вот там тоже вот эти участия, участники увеличиваются, или вот они вот как-то вот сформировались, вот, чтобы там оказаться? Кем нужно быть? Какой путь, чтобы, например, оказаться вот в этой уже бригаде? Ну, на самом деле, я, честно говоря, не советовал бы в ту бригаду пока лезть, потому что там все равно не все понятно. А так участники майнера увеличиваются. Сейчас можно покупать даже какие-то прям онлайн эти, прям майнинг-фермы и какие-то такие решения есть, куча. Но, честно говоря, вот мое, вот на мой взгляд, все-таки как-то это немножко непонятно, как это работает, вот, ну, с точки зрения того, что ты просто гоняешь свой компьютер, ну, не компьютер, там уже какая-то супер вычислительная система, но ты ничего не производишь и ничего не создаешь. Ты просто, грубо говоря, отрабатываешь чужие транзакции и на этом немножко навариваешься. Все-таки я, честно говоря, сторонник того, чтобы вот эта вот крипто-система, она стала чуть более полезной, что ли. Потому что вот текущий момент, ну, не знаю, вот мне, например, совесть немножко не позволяет просто включить компьютер, грубо говоря, гонять данные ради того, чтобы там какую-то копеечку зарабатывать. Ну, не говоря... Да. Да, опять же, вы когда гоняете данные, вы же прожигаете электричество и, ну, как бы вот... Ага. Хорошо. Существуют ли такие вот, будем говорить, мастодонты, такие огромные какие-то владельцы вот этих ферм, которые прокачивают вот эту всю информацию и они, по сути, ну, как бы являются такими активными держателями и задают погоду всей этой, ну, будем говорить, ситуации? Или здесь такое не может быть истории? Вот здесь вот какие-то люди, они друг друга не знают, знают только их компьютеры, они между собой там как-то взаимодействуют. Если один компьютер, например, там сгорел, он выпадает автоматически, да, из этой цепочки взаимодействия. На его место кто-то автоматически встает или она как бы сокращается? И это вот, да, вот, ну, часть вопроса. И вторая, а есть ли тот, кто вот, ну, как бы более масштабно, да, большими такими объемами, вот, просто-напросто решает, закрывает все эти вопросы? Вот. Ну, тут на самом деле довольно интересно. То, что масштабные, я уверен, что есть большие игроки, то есть я видел много передач там в Ютубе о том, как просто огромные заводы стоят, работающие по этим майнинг-фермам, просто гигантские, безусловно. К сожалению, никого лично не знаю, но я слышал, что сейчас как раз в Китае запретили, потому что они слишком много прожигают, и их всех оттуда выдворили. Где они все приземлились, мне неизвестно, но я думаю, что логично, что где-нибудь у нас, потому что у нас все-таки с энергетикой хорошо, и пока это наша система может себе такое позволить. Не говоря о том, что у нас уже самый навороченный интернет. А вот чтобы можно было это как-то централизовать, но как только кто-то это централизует в одни руки, то криптовалюта, которую он управляет, будет по сути нужна только человек, кто все это делал, централизовал, соответственно, все дружно оттуда выходят, и он остается один со всеми этими вот этими единицами денег, которые нужны только ему одному. Ну, по сути, потерял все. Тогда что получается? Вот здесь вот по поводу безопасности мы говорили о том, что вот открытый код и все такое, а также мы говорили о том, что вот эти биржи собирали деньги и куда-то уходили, то есть мы чуть-чуть откатываемся назад. В чем же все-таки открытые такие вопросы, опасность, риски, и в чем же безопасность, и вот этот вот найти баланс, чтобы для себя решить. А дальше вообще, в принципе, изучать этот вопрос или опять отойти, дистанцироваться и, ну, ждать вот там в 2014 году. Так было почти через 10 лет уже вот так. Может быть, и дальше там это все будет как-то потихонечку развиваться? Или все-таки включаться в этот процесс? Тогда если включаться, то как? Вот такой кульминационный, если в общем, помогите разобраться. Да, конечно. Честно говоря, вот на мой взгляд, лучше, самый лучший способ подключаться к этому, это не как пользователь или как трейдер, вот как, вот знаете, сейчас вот есть куча людей, да, я видел лично просто как кучу сломанных судеб об этих вот криптотрейдинге, вот это все дело, потому что люди не понимают, что там вообще в основе того, что это реально платежные средства, средства накопления, средства хранения там денег или ценности какой-то. На мой взгляд, все-таки это пока средство передачи ценности, довольно быстрое. И, разумеется, уникальный социальный эксперимент, когда вот появляется именно набор людей, согласных действовать по каким-то общим правилам, которые изначально прямо прицеливаются к тому, что должна быть одноранговая сеть, то есть все примерно равны, и что вот, грубо говоря, не должно быть зависимости от какого-то личного мнения. То есть вот самая главная суть криптовалюты, это то, что личное мнение не решает, решает именно консенсус, то есть решает именно определенный набор каких-то вот общих вот решений, которые вот имеют логические основания, имеют какую-то вот важность, имеют какую-то вот ценность, вес. И вот это вот, самая сильная часть вот как раз криптовалюты, которая вот, даже не криптовалюта, это именно блокчейн, криптосистема, потому что сейчас они начинают претерпевать огромное количество изменений, то есть сейчас, например, одни блокчейны соединяются с другими блокчейнами, существуют так называемые мостики между блокчейнами. Сейчас есть система, когда блокчейн подключается к каким-то реальным параметрам, чтобы можно было там какие-то более сложные сделки структурировать. В эфире мы сделали систему смарт-контрактов, одна из лучших систем. Кстати, что интересно, мы ее демонстрировали здесь в 2016 году еще, тоже похожую систему, для того, что предлагали это использовать как раз для того, чтобы можно было писать супер-смарт-контракты, например, для систем мониторинга или для, например, вопросов по страхованию. То есть мы предлагали, например, использовать смарт-контракты. Вот когда человек ездит на машине, там стоит у него специально вот гироскоп же в телефоне, значит, он смотрит на то, как ездит, ну, какая манера вождения у водителя. Если человек ездит спокойно, нет смысла там брать с него, допустим, большую сумму, можно уменьшать сумму. И это все решает машина смарт-контракт. То есть что такое вообще смарт-контракт? Стоп, просто было вкратце. Вы можете в блокчейн скинуть код, дать ему денежку, он крутится где-то там, и программа сама решает, сама принимает деньги, сама отдает деньги, сама все делает. Вы к этому не имеете никакого отношения, то есть вы ее запустили, вы не можете из нее там произвольно денежку вывести, если, ну, конечно, вы этого не написали. Но при этом код смарт-контракта всем открыт, и все понимают, что вы там делаете. То есть если у вас хорошая, понятная программа, все с вами работают. Если нет, то не работают. И вот как раз суть вот этой вот крипто-системы, как раз что собирается большое количество инициативных, умных людей, которые создают средства для социального распределения блага, которые становятся наиболее оптимальным. Но при этом, к сожалению, создается вот этот вот элемент расставщичества, когда люди хотят просто купить вот эту вот криптовалюту и внезапно стать миллиардерами. Так не работает. То есть все мечтают там купить какой-нибудь там один биткоин, чтобы там через какое-то время он стал там миллиардером просто на пустом месте. Нет, так не будет, потому что, ну, вы можете себе представить, что приходит к вам человек, да? У вас там, допустим, там, ну, дом, машины, там еще что-нибудь, и просто говорит, вот у меня, говорит, есть криптовалюта, давай, короче, половину твоего дома, половину машины, вот мне за криптовалюту отдавай. Ну, нет, это бред. Так что я думаю, что самое интересное мы еще будем наблюдать. Но то, что этот социальный эксперимент удавшийся, это уже очевидно. То, что огромное количество людей вовлечено в это, они это развивают. Причем это разработчики, это юристы, это экономисты, это и политические деятели. То есть реально, ну, очень интересно создать машину, которая не зависит от личного мнения и при этом максимально справедливо перераспределяет благо. Вообще звучит круто. Но это вообще, да. Да, как это? Вот это как раз та самая машина. Но, к сожалению, как это все касается разработки, программного обеспечения, разумеется, есть свои баги, есть свои косяки, разумеется, спотыкаются, вот, например, у них есть большая проблема сейчас по как раз масштабируемости, потому что блокчейн захлебывается, он становится слишком большим, и создаются уже копии блокчейнов, которые просто блокчейны предыдущие отстреливают, как ненужный балласт, и просто двигаются дальше. То есть, тот же самый эфириум, например, вот сейчас уже эфириум 2, грубо говоря, если существует с 15 сентября, сейчас уже они готовят следующий этап, то есть, когда, например, там proof of work они отсоединили, proof of stake поставили, сейчас они будут добавлять еще возможность интеграции с другими как раз блокчейнами, вот это вот все надо зарегулировать, это все должно быть понятно, это все должно быть прозрачно, этому надо еще всему всех обучить, внедрить, подключить, и так далее, и так далее. Я уже не говорю про такие сущности, как стейбл коины, всякие security коины, и так далее, и так далее, и так далее, но сейчас потому, что на каждый чих есть свой коин, на самом деле. Там даже, если может помнить, была такая штука, там как это, ты вот ходишь с телефоном, он записывает шаги, и это тоже создает свою криптовалюту, тоже какие-то коины начисляются, они тоже чего-то стоят. В общем, на самом деле, мы приходим как раз к тому, что начинается так называемая как раз стадия капитализма, когда можно купить все за все. То есть, например, сколько вопросов, например, вот сколько стульев из дома Вася Пупкина стоит машина Петра Петровича? И вот криптовалюта как раз приходит к тому, что они позволяют посчитать все. То есть, вот к этому все идет. Но чтобы это было правильно, все должно распределяться максимально справедливо, и вот для этого как раз нужны механизмы, которые вот это вот как раз растащичество, вот эти вот все переходы, торговлю и так далее, и так далее, переведет на новый уровень. И вот к этому еще предстоит двигаться, потому что текущие скорости, например, криптовалют низкие, ценность вот этого Proof of Work тоже довольно низкая на самом деле. То есть, вот это все требует какой-то вот своего решения, какой-то своей вот полезной вот этой вот нагрузки, полезных решений, проблемных решений. Ну и разумеется, конечно, из самого очевидного, из, к сожалению, последних событий, которые сейчас происходят, некоторые вещи, например, прямо рекомендуют уже прямо в открытую покупать через криптовалюту, если вот надо что-то за бугром приобрести. Но, кстати, справедливости ради, я должен заметить, что без VPN сайт bitcoin.org недоступен. Это, кстати, тоже повод задуматься. Здесь тогда мы приходим к чему? К тому, что для человека, который будет слушать наш эфир, он что для себя вот в сухом остатке поймет, что существует серьезная такая, существует процесс в виртуальной цифровой реальности. Там есть те, которые хотят на этом золотиться и нечестным образом, ну, как и везде, да, есть пошельники, есть те, кто наоборот работает в направлении именно социализации для того, чтобы это было экологично, да, и свой интеллектуальный ресурс, свое время туда подключает. И для, ну, как бы того, чтобы вот как мы начинали майнить, ну, как бы сейчас это лучше не делать, вот эти все, да, схемы, да, асплитивные. А когда вы затронули тему смарт-контракта, здесь вот, ну, по поводу страхования и так далее, здесь нужно будет понимать, что существуют специалисты, которые могут написать этот смарт-контракт, понять, что за проект, и те люди, которые тоже горят идеей сделать вообще, в принципе, всю эту систему, правильно называть, блокчейн или криптовалюта, вот как вот блокчейн, да, система блокчейна, правильно? Блокчейн? Да, да, система блокчейн максимально социально адаптивной и полезной, они будут включаться в этот процесс и тоже в какой-то степени, да, вот, ну, как бы дальше распространять, да, вот эту всю историю. То есть вы, начиная там с 2014 года, как я поняла, делали определенные остановки, наблюдали, смотрели, вот сейчас ваши взаимоотношения с блокчейном, вот конкретно вы, вы сейчас в качестве наблюдателя или все-таки какой-то у вас проект есть и среди ваших коллег тоже есть хорошие рабочие кейсы, когда прям видно результативность или тоже пока вот наблюдатель? Мы писали несколько частных блокчейн, хранилищ для некоторых, для наших клиентов, потому что там есть моменты, например, где надо, вот, чтобы выполненные действия и выполненные записанные решения нельзя было ни в коем случае поменять. То есть, грубо говоря, были случаи у некоторых наших клиентов, когда люди пытались там что-то там подменить или еще что-нибудь, вот, все шаги добавлялись, значит, как раз защищались proof-of-work'ом, то есть как раз этим вот перебором. То есть, грубо говоря, человек делал какое-то вот, значит, утверждение, утверждение записывается его личным, подписывается его личным ключом и блокирует, еще добавляется к нему суперзначение. И вот все, вот это слово, вот вероятность его поменять, вот эту вот единицу информации, это примерно, ну, где-то 1 к 10, наверное, в 400 тысячной степени. Ну, в общем, это очень много, это практически невозможно. Да. Вот. Вот такие решения мы делали. Мы пытались, в общем, на самом деле, мы решили, что с крипто, вот этими системами будем взаимодействовать следующим образом. мы будем тренироваться делать смарт-контракты. То есть, мы делаем смарт-контракты, мы пытаемся их адаптировать как раз к реальным действиям, но, к сожалению, пока, например, мы, ну, мы еще не видим, не наблюдаем того, чтобы можно было создать свой смарт-контракт, загнать его в какую-нибудь чейн, и чтобы он начал зарабатывать, потому что нет правильного регулирования как раз криптовалюты, вот эти вот крипто-данных. Очень надеемся, на самом деле, на цифровой рубль, кстати говоря, в этом плане, потому что, ну, там вроде как будет своя среда есть вполне смарт-контрактов, посмотрим, вот, возможно, вот там как раз будет наша вот эта вот тренировка, если считать, что это тренировка, мы тренируемся, потому что рано или поздно эта реальность перестанет быть вот такой вот какой-то серой, серозаконный, вот как раньше была криптовалюта, она же не регулировалась вообще никак, сейчас она уже регулируется для частных лиц, скоро для нее будет понятно, как это можно быть для юридических лиц, можно будет, например, какой-то умный смарт-контракт строить как раз для того, чтобы делать там онлайн-торговлю или какие-то онлайн, ну, какие-то вот онлайн, наверное, договора строить, вот онлайн-договора это реально прикольно будет, скорее всего. то есть вы можете представить, что вот ну вот вы раз подписались онлайн и все, и в случае чего просто смарт-контракт с вашего счета списывает денежку, то есть нельзя будет это вот так просто уйти, но тут вылезет на самом деле очень одна интересная штука по социальным вопросам, это уже из моего личного опыта как разработчика придет, вот эти вот блокчейн в связи с системой, они повысят уровень требовательности к умению формулировать, что требуется, как измеряется и как сравнивается. Это вот будет следующий как раз вызов, то есть, ну например, мы с вами договариваемся, например, что если я произнесу слово привет там пять раз за один созвон, например, с меня списывают сто рублей или там за одно матерное слово, допустим, там, три тысячи рублей штрафа в эфире или еще что-нибудь такое и просто у вас есть смарт-контракт, который сам отслеживает, сам списывает, сам вам зачисляет, а вы ничего не делаете, вы просто запустили эту программу там лет десять назад, забыли про нее, она уж сама работает. Это какая-то фантастика. Вообще вот все шеи. Вот куда, вот туда идет криптовалюта на самом деле. То есть, по сути, криптовалюта, она и весь этот блокчейн, это такая игра, это все-таки игра или как? Это база данных, то есть, вот лучше всего смотреть на вообще финансы, на деньги как на базу данных, просто где вот есть ваша фамилия и просто сумма. То есть, это просто база данных. Это возможность распределять числа в базе данных. Вот и все. То есть, вот лучше вот так на это смотреть. Вот. И здесь уже как бы креатив человека, как можно с этой базой данных, да, какие можно выстраивать кейсы, да, там, либо социальные, либо чисто там спекулятивные, либо еще какие-то. То есть, здесь вот от нас зависит, как мы будем развивать всю вот эту, будем говорить, инфраструктуру, да, блокчейна. Правильно я понимаю? И как мы будем скорее использовать, потому что развивать, ну, я, например, мало кого знаю, вот сейчас вот в радиусе, наверное, наверное, 600 километров, кто бы пытался что-то развивать. Я, к сожалению, тоже не принадлежу к этому числу людей, кто развивает как раз именно блокчейн. Мы просто изучаем смарт-контракты, смотрим, как это можно использовать. Но, я думаю, было бы здорово, если бы смотрящие как раз подумали о том, чтобы включиться именно в разработку этих систем. Особенно, если, дорогой зритель, у тебя есть время на этой силы, то, по крайней мере, ну, месяц-два своей жизни можно было бы потратить на то, чтобы что-то улучшить здесь. Ну, то есть, вы хотите сказать, чтобы улучшить что-то здесь, какими нужно компетенциями профессиональными обладать, чтобы вообще, в принципе, войти в эту воду? Вот мне человеку, который, да, там вообще далек от этого, и что я могу, вот, например, сделать такого полезного, чтобы развивать эту систему? Какие могут быть шаги? Ну, вот, например, можно подумать, как легитимизировать, к примеру, вот финансы, которые крутятся внутри смарт-контрактов. Не уверена, что это будет очень легкая задача. Возможно, это даже будет касаться того, что он будет создать свой блокчейн, вот какой-то, который, возможно, даже зарегулированный, даже, возможно, централизован, но зато позволяет создавать вот такие сущности. Или, например, можно подумать, чтобы, например, создавать какие-нибудь умные там смарт-контрактики на основе существующих чейнов, которые будут тоже нести какую-то пользу. То есть, например, можно сделать какой-нибудь смарт-контракт, который будет делать какое-то вычисление, допустим, вот как раз в моем случае, допустим, физические вычисления, и люди смогут закидывать в него денежку, и он будет за счет этого ехать и считать дальше. Но, честно говоря, я пока не представляю, как это сделать, потому что там ограничение смарт-контракта 24 байта, кажется. Ну, в общем, это не очень большая, не, килобайт, 24 килобайта, прошу прощения. 24 килобайта, это не очень большой кусочек кода, то есть, там мало что можно вместить такое супер важное. Вот, вот эти вот моменты, вот их надо как раз продумывать, прощупывать, это вот задача для социологов, прежде всего, потому что надо понять, что есть такая вещь, как вот эти вот криптосистемы, потом надо понять, что есть текущее вот общество, потом найти вот это вот их пересечение, а потом надо найти, где это пересечение будет себя оправдывать. Вот, и у меня, честно говоря, моего персонального времени не хватает, чтобы вот решить эту задачку, Но вот интуиция мне подсказывает, что там что-то есть. То есть я правильно понимаю, вот если я вдруг решила свой создать токен, я могу вообще создать свой токен? Или токен это вот опять же вот это тире майнить? Что такое создать свой токен? Могу ли я создать свой? Да, конечно. Вы просто должны загуглить, создать токен, найти нужную платформу, нужный блокчейн, где вы хотели бы создать токен. Создаете этот токен, вот так нажимаете кнопку создать токен, получаете пару открытый ключ, закрытый ключ. Поздравляю, у вас есть токен. А дальше попробуйте его продать кому-нибудь. Да, да. А этот токен, ну как бы, когда он чем-то подкреплен, вот чем он может как раз смарт-контрактом подкреплен? Нет, 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 это чисто это, вы можете туда положить какой-нибудь, например, файлик. Ну, вот, например, вот это вот было же с NFT, вот эти вот веселые истории, когда люди брали токен, клали туда ссылку, ссылку, продавали за огромную стоимость, а ссылка включала в себя название домена. Домен, срок владения доменом прекращался. Вот. Вот, ссылка в токене, разумеется, всю свою ценность теряла. И задорого купленный NFT токен просто становился пустышкой, потому что подкрепление, просто один воздушный замок подкреплен другим воздушным замком. Вот. Поэтому, да, давайте тогда вот здесь вот в целом подрезюмируем на сегодняшний день тем людям, которые вообще далеки, да, вот на приферии всей этой вот блокчейн-системы, вот им продолжать читать, наблюдать лучше, или вот что, какой первый шаг им есть смысл сделать, чтобы это было и безопасно, в то же время имел созидательную составляющую, как бы, да, развивающую. Вот что ему нужно делать? Вот послушал он наш эфир, дальше что он делает? Тут важно добавить, не является инвестиционной рекомендацией. Да-да-да. Да-да-да. Да, это лично мое мнение. Мое личное мнение, что надо все-таки спокойно отслеживать, как это движется, потому что это реально уже становится красивым, и тренироваться именно пользоваться блокчейном, то есть не пытаться его как-то обыграть как-то на свою пользу, да, а научиться создавать что-то на нем, чтобы можно было производить какие-то интересные сущности, которые вот эту вот систему позволят работать. То есть вы можете представить себе, что вот вот у вас наступил вот этот день X, когда блокчейн, бум стал важнее, чем какая-нибудь там финансовая система, или, например, там получил какую-то там легитимизацию, или еще что-нибудь. Естественно, все ломанутся туда что-то использовать, что-то пытаться сделать. Вот как с интернетом это было. Вот был Google, был Яндекс, были компании, которые до этого уже, ну, еще до того, как интернет был супер популярен, уже что-то там насоздавали. И вот все приходят, залетают на ваш вот как раз смарт-контракт, начинают им активно пользоваться, и вы бум, разбогатели. У вас какой-то есть супер импакт, который вы можете создать. Вот у меня модель вот следующая, вот как раз развитие. Потому что, ну, свой блокчейн запускать, но это сидеть, всех уговаривать, чтобы все сидели, это практически нереально. Плюс надо, чтобы было вот как раз окружение вот таких вот активных людей, которые способны это продвинуть. К сожалению, это, я думаю, не под... Ну, я думаю, что это не здесь, нигде я нахожусь. То есть это надо, чтобы были люди прям активные, активные, активные. Питер, Москва, может быть, можно... Ну, я думаю, ну, практика показала, жизнь показала, что тоже не совсем, конечно, там тоже это... Все все-таки раздвигается где-то в Китае, вот таких местах, где вот много людей, все хотят чего-то добиться и все что-то снова создают. У нас все-таки пока фокус другой, поэтому я думаю, что самый простой вариант, пока научиться пользоваться текущими как раз системами смарт-контрактов и блокчейна. Вот, просто научиться пользоваться, то есть просто знать, что вот если надо отправить денежку, там, допустим, это вот так. Если создать смарт-контракт, который будет делать что-то, это надо вот так. Есть куча так называемых тест-чейнов, тест-нетов. То есть что это такое? Те же самые блокчейны, но они бесплатные, то есть там дешево все работает, деньги не настоящие, вы просто заходите, открываете себе кошелек, у вас там бум, сразу же там 100 единичек этой валюты, вы можете на ней что-то тестировать, отрабатывать. То есть по сути, да, то есть это как бы такая тренировка, образовательная такая, да, вы рекомендуете сейчас вступить в образовательную такую ситуацию, изучать, смотреть, пробовать, безусловно, без каких-то там вот вложений, раз уже существуют даже такие платформы, и дальше придут инсайты, а что же я могу, да, вот в этом плане созидательного, вот в этой всей, да, вот в этом все движение сделать, ну как бы, да. Да, все верно, потому что, ну, пытаться просто купить там 3-4 биткоина, и потом ждать, что ты станешь миллиардером, но так себе. Тем более, что, да. Да, здесь тогда, ну как бы, вот было бы здорово, чтобы вы нам посоветовали, а что это за такие сайты, платформы, приложения, где можно, да, триггироваться, да, вот с точки зрения, чтобы потом уже войти в большую лигу. Сможете нам там, ну как бы, да, там потом представить? Разумеется, разумеется, смотрите, все на самом деле довольно просто, есть создатель эфириума, товарищ по имени Виталик Бутерин, это довольно простой, ну на самом деле, хороший персонаж, довольно, такой позитивный, у него есть куча, значит, онлайн выступлений по поводу, если вот просто на философию посмотреть, куда все движется, плюс у него есть книжка о том, как делать смарт-контракты, прямо вот под его, ну как бы, вот под его авторством, плюс можно, разумеется, посмотреть кучу онлайн уроков по поводу того, что такое криптовалюта, как-то все работает, но честно говоря, я бы вот все лекции, которые вы найдете в Ютубе, да, смотрел бы, вплоть до того момента, когда они говорят, почему монета такая, это самая крутая, почему в нее надо вкладываться, потому что, ну, можете посмотреть кучу старых роликов на Ютубе, как там ребята обещали всем просто миллиарды денег и чем все закончилось. Ну да, то есть понятно, что там идет определенная мотивация, такая подводка, сначала образовательная, а потом, да, вот, ну как бы, собственно, идет продажа того, ради чего все это. Лучше прям начинать пытаться делать смарт-контракты, вот прям делать, потому что вот эти как раз смарт-контракты, их будет дальнейшее развитие, потому что, еще раз говорю, блокчейны, их сейчас много, они сейчас друг с другом все, ну, начинают пересекаться, подключаться, и вот умение создавать вот эти вот бриджи, например, между ними, мостики, скорее всего, будет прям суперценностью, потому что, если вдруг все-таки появится регулирование, как соотносится реальная валюта вот с криптовалютой, то в любом случае надо будет понимать, как все взаимодействует, вот, возможно, вот здесь будет возможность хорошо заработать. Интересно, потом пересмотрю ролик лет через пять. Да, вот здесь такой момент, вот, да, научиться писать смарт-контракты, ну, понимаете, это вот все равно, что подойти, вот идет там человек, ну, что, будем сочинять с тобой симфонию, вот, ну, как бы вот, в симфонии, да, есть разные инструменты, в какой-то анальности, да, в общем, там будет определен, это же целая тоже вселенная, там, и как я поняла, чтобы написать смарт-контракт, там, куча языков, это как иностранные языки, которые вот эти вот, всякие закорючки вот эти вот, да, показывают, и обычному простому человеку это, ну, как бы, по сути, нужно большие усилия сделать для того, чтобы вообще что-то в этом понимать, или я заблуждаюсь, вот, что такое написать смарт-контракт, какими тоже компетенциями нужно обладать? К сожалению, сейчас скажу очень обидную вещь, но надо уметь программировать. Вот. Да. И там я, да, и как я понимаю, что это программирование на уровне, как бы, непростого даже какого-то сайта, да, то есть это нужно вообще, в принципе, владеть несколькими языками кода, правильно, то есть? Ну, нет, не настолько жестко. Вполне хватит джава-скрипта, на самом деле, на среднем уровне, чтобы уже хоть что-то можно было написать, то есть, это язык сейчас наиболее распространенный, на нем прям можно тестировать, здесь куча уже библиотек, есть куча примеров кода, плюс еще есть там язык Solidity, который используется для написания смарт-контрактов, он очень похож на джава-скрипт, реально прям похож на, ну, такой C-образный язычок, неплохой, очень довольно понятный, просто надо не сдаваться, надо, ну, прежде всего, надо знать, что ты хочешь сделать, потому что вот несколько лет назад здесь в Казани устраивал хакатон Microsoft как раз по поводу блокчейна, и мы создали как раз смарт-контракт, который позволяет вести развитие под истории пациента по стоматологии, то есть просто все кисти врача лежат в смарт-контракте, то есть и все оплаты пациента тоже в смарт-контракте, грубо говоря, автоматически строится как раз сумма и автоматически списывается с личного кошелька то есть пациента, то есть вот можете представить, что вы пришли, вам что-то сделали, бам-бам-бам-бам, все, все само в смарт-контракт загоналось, все деньги сами автоматически списались, вы пошли дальше. Ну вот как раз вы говорили про мостики Которые, видимо, там все это Состыковки, да, вот эти В общем, это отдельная, конечно, область Хочется об этом поговорить Уже предметно Серьезно Мы сегодня вообще Все-таки взяли такой большой Массив информации и поговорили Про ворк и стейк И, в общем, в целом, да, вот что-то такое Майнить и так далее Я предлагаю Ну вот сейчас такой финал Сделать наши беседы Потому что, ну как бы Подрезюмируя, что мы Наблюдаем, тренируемся Если у кого-то есть способности К программированию, то как вариант Можно развиться в плане написания Смарт-контрактов, да, там либо Как я слышала, аудит, может быть, этих смарт-контрактов Если ты понимаешь, да И понимать, что все-таки Это инструмент для нашего Блага, да, для развития Эволюции человека Человека с большой буквы, да Вот в плане социального Такого значимого Нежели Как это все спускается И на этом многие мошенники Зарабатывают Что вот заработай, заработай, заработай Поэтому информации много Надо И смотреть, изучать И в том числе Платформа Все-таки Это вот вы тоже ее рекламируете Эфириум Или нет Вот, ну как бы Или просто она сейчас более такая Будем говорить Универсальная Какого-то сама по себе Эфириум Мне просто нравится С точки зрения того Что у этой системы Есть определенный Вот Человек Вот Который за это дело отвечает Вот То есть Грубо говоря Кто сделал биткоин Сатоши Накамата Кто это Неизвестно И вот Куча Есть вот Вот этих вот Как раз Блокчейн-платформ Которые вот Созданы Не зная кем Не зная для чего И в общем-то И непонятно С какой целью Более-менее Понятно с какой целью Но все равно Зачем-то люди пожелали Остаться анонимными То есть Что им скрывать То есть Почему они это сделали То есть Потому что Боятся преследования Потому что У них суперкрутая идея Или потому что Они там еще чего-то Тогда почему Виталик, например Не боится Вот вопрос Потому что Да Вот И мне вот В этом плане нравится Что вот Есть человек Который более-менее Является лицом системы То есть Вроде как Но ответственности Конечно он не несет Если что То есть Как бы Все в эфириуме На свой страх и риск Это очень важно понимать И мне нравится То, что там Именно они движутся В сторону Как раз Создание суперкомпьютера Которым можно пользоваться То есть По сути Эфириум Это как раз В своем идеале Это суперкомпьютер Который ты просто Взял код Вот так вот бросил И он сам там работает Сам живет Сам что-то развивается Сам что-то двигает Вот А блокчейн Ну биткоин Это просто Средство платежа И средство накопления То есть Вот мне больше Поэтому нравится эфириум Потому что он более созидательный Понятно Да То есть Две платформы Которые мы Да Вот сейчас Так сравнили Огромные Играм больше 3000 по-моему Сейчас Так что А Да 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 То есть В целом И вы В них во всех Разбираетесь Или для себя Просто выделили Как рейтинг Ни в коем случае Я для себя Парочку выделил Вот Чтобы их даже понять Это уже Огромное количество Времени А там Если Все изучать Какие-то из них Будут так называемые Скамы То есть Обманы Какие-то из них Не будут То есть Например Есть Система Монера Например Там есть Классное Решение По кольцевой Подписи Классное Позволяет Делать Многостороннюю Подпись документов Очень эффективно То есть Есть Что-то Что можно подчеркнуть Да Но Зато Нет чего-то Другого Например Да Да То есть Здесь вот такие Моменты Поэтому все Формируется Ну что ж Я благодарю Нашего Уважаемого Эксперта Ну вот Вы конечно Нам серьезно Так прокачали Всю эту тему Даже И визуально Показывали Схемы И Мы со своей стороны Ну как бы К этому эфиру Там какие-то ссылки Если с вашего позволения Там нам дадите Тоже разместим Подрезюмирую Вот я человек Который до сегодняшнего Нашего эфира Что-то там Начиталось Насмотрелось В общем У меня такая вот каша Я что поняла Что Все-таки Я Наблюдаю Если я Ну как бы Начинаю тренироваться Выбираю платформы Где это Как бы без Финансовых Каких-то вложений Просто на уровне Моего временного Ресурса Да Там И Со своей стороны Смотрю Все-таки Наблюдаю За эфириумом Потому что Там есть человек Который Не скрывается Что он это все Да Вот Создал И Развивает это В созидательном направлении Если будут Появляться Такие же Будем говорить Персоны Как он Да Вот Бутерин Фамилия Ну да Вроде как Да Да Вот То мы Как бы Собственно Наблюдаем Как это дальше Вот между собой Развивается Начинает Еще лучше Взаимодействовать А Константин Как первопроходец Можно вас так назвать По Уже Регулированию С точки зрения И безопасности И правового Поля Вы вот Поэтому Для себя Выбрали Вот такую Платформу Смарт-контрактов Потому что Все-таки Это контракт Да Вот К вашей Основной Деятельности И В этом плане По идее Дальше будете В этом направлении Развиваться Если кому это интересно Кто знает Языки Там Ну вообще Программирование Может В принципе В какой-то степени С вами тоже Выйти на коннект В плане Да Как он Дальше Созидать Да Ну что ж Константин Благодарю За такую Познавательную Тоже Лекцию По сути Это получилась У нас такая Как бы Экскурс-лекция И Еще раз Напомню Что с нами Сегодня Был Константин Скобельцин Директор ООО Научная студия А также Эксперт В области Разработки Высоконагруженных Информационных Систем Мы Надеюсь Не сильно Нагрузили И будем Дальше По возможности Тоже Константина Раскрывать Ту или иную Тему Которая Будет иметь Созидательный Изначально Заряд Внутри Так что Благодарим За внимание Портал Питер Татар И я Катифан Акиф Магендинова Мы До новых встреч В эфире Благодарим Константин И вам тоже Развитие